Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Алёна Савкина озвучила дату родов. Наследник Ильи Яббарова появится на свет 31 января или 1 февраля. Милене Безбородовой не подходит климат на Сейшелах. Ей душно и некомфортно. За свой счет она на остров любви ни за что бы не поехала, лучше бы потратила деньги на путешествие по Европе. Дмитрий Талыбов угрожает расправой Артему Сороке и советует лететь на Сейшелы, чтобы случайно не попасть ему под горячую руку. Талыбов не может простить Сороке, что тот нелестно отозвался о его любви к новенькой Елене на лобном месте и поцеловал ее на глазах у всей страны. Наплевав на чувства Димы. Арсен Чиченидзе покинул проект. Анастасия Яндальцева вернулась из краткосрочного отпуска на поляну. Саймон Марданшин тем временем зазывает к себе на Сейшелы девушек, желающих построить с ним отношения. Ольге Сударкиной, которая не так давно получила травму, в конце концов был поставлен неутешительный диагноз. Пару дней назад все антифанаты Оли, которые жаждали наказания для бунтарки, сумели порадоваться, когда стало известно, что во время исполнения заданий в одном из состязаний девушка была серьезно травмирована. Однако уже сейчас стало понятно, что ситуация сложилась достаточно серьезная и вполне вероятно нужна будет операция. Тем не менее, Оля старается не терять присутствие духа, надеясь, что удастся отделаться малой кровью. Кроме того, лечащий доктор Сударкиной не скрывает, что более или менее ситуация прояснится через пару месяцев, и уже тогда станет понятно, какое лечение применять в дальнейшем. Впрочем, существует мнение, что не радикальные меры лечения, невозможная операция могут не помочь девушке справиться с проблемой. По словам некоторых телезрителей, травма мениска серьезная вещь, ведь при определенных условиях человек может остаться хромым на долгие годы. Вот только пожалеть Сударкину по этому поводу практически никого не нашлось. Друзья, пожалуйста, оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Бывший участник Дома-2 Илья Григоренко объявил срочный сбор денег. У парня день рождения, а за душой не копейки. Подписчики сразу же откликнулись, и не только те, кто присылал по 50 копеек, обзывая именинника попрошайкой. Собранных средств хватило не только на скромный обед с друзьями, но и на наборы продуктов для бомжей, которых Илья решил угостить по доброте душевной. Интересная новость с сайта шлок! Вот уже несколько дней по сети ходят слухи, что Маргарита Ларченко покинула проект. Их отношения с Ильей Яббаровым испортились окончательно, и девушка вынуждена была ежедневно отбиваться от нападок не только своего жениха, но и коллектива во главе с ведущими Дома-2. Практически все на телестройке желают одного – воссоединения Ильи с беременной Аленой Савкиной. И хотя Ольга Бузова вчера в эфире предположила, что до этого счастливого события осталось потерпеть совсем немного, Ларченко опровергла слухи о расставании с Ябаровым, а несколько минут назад сделала официальное заявление, что по-прежнему остается участницей телестройки. Поляна Дома-2 Ларченко действительно покинула, но на Сейшелы не улетела. В данный момент Рита находится дома с родными в Мурманске. Скорее всего, она отправилась в отпуск, как и планировала все это время, где немного передохнет, ведь ведущие не успокоятся, пока не вернут Ябарова в семью Рапунцелей. Хотя именно они сделали все возможное, чтобы оставить будущего ребенка Ильи без отца. Неужели наконец осознали, что натворили? Ни для кого не секрет, фанатов у Ольги Рапунцель в разы меньше, чем недоброжелателей. Последние не упускают ни единой возможности подколоть яжмать в комментариях на ее странице. И к тому же пристально следят за каждым шагом и Оли, и Димы. Впрочем, такого хамства и дерзости не ожидали ни сама Ольга, ни те, кто так яро поливает ее грязью. Одна из антифанаток узнала номер телефона участницы Дома-2 и теперь активно шлет ей голосовые сообщения. И к слову, не особо церемонится. Некая Елена, сама Рапунцель уже показала, как выглядит ее обидчица, кроет девушку отборным матом. Более того, грозится приехать из самой Сибири, чтобы лично расправиться с Олей и всей ее семьей. Несколько дней назад Безус и Безбородова прилетели на Остров Любви в надежде, что это станет новым этапом в их отношениях. Впрочем, в действительности мало что изменилось, а сам Леша больше не скрывает, как сильно он устал от склочного характера и постоянных истерик избранницы. Видимо, желая компенсировать очередной провал, Леша решил похвастаться успехами в постели. Участник Дома-2 сделал дерзкое и откровенное признание о том, что в делах любовных предпочитает грубость и даже жестокость. Причем в отношениях с Безбородовой это давно стало нормой. К слову, откровения Леши многие объяснили и в поведении Милены. Не исключено, что девушка, мягко говоря, недовольна тем, как парень обращается с ней за балдахином. И только лишь поэтому все время пребывает в дурном расположении духа. Ни для кого не секрет, семейным узам Ольге Рапунцель и Дмитрия Дмитренко пришлось вынести немало испытаний. И дело не только в постоянных провокациях ведущих и коллектива. Наладить отношения и жить мирно друг с другом не всегда удавалось и самим Диме и Оле. Многие помнят о том, как супруги едва не развелись из-за неверности Дмитренко. И теперь Оля ревнует благоверного едва ли не каждому столбу. А вот в том, что ревность съедает и самого Диму, причем на ровном месте, стала известна благодаря Сороке. В кухне общего дома Артем в красках расписал, Дима не дал ему остаться наедине с Ольгой, даже во время репетиции. Дмитренко бросил все свои дела в общем доме, чтобы лично понаблюдать за стараниями запевшей супруги. К слову, самого Сороку ревность Димы не смущает. Несмотря на то, что его общение с Олей может стать поводом для скандалов, в брендовом семействе он не намерен отступать от своих творческих планов. Появлением в периметре Дома-2 бывших участников зрителей телестройки не удивить. Многие из них не скрывают своего желания снова оказаться на реалити-шоу. А некоторые годами ждут, надеются и верят, что рано или поздно их пригласят снова. Но есть и те, кто возвращается, но не признается, что для них это не впервой. К примеру, сегодня Анна Малько вернулась на Дом-2, но под другой фамилией, в периметр пожаловала Анна Брянская. Некоторые особо внимательные зрители, которые смотрят проект давно и регулярно, сразу же узнали эту девушку. Она не была яркой, запоминающейся, да и на проекте пробыла недолго. Дело в том, что Анна Малько в августе 2016 года приходила к Андрею Черкасову, но даже он сегодня на лобном месте не узнал ту, кто очень хотел с ним построить любовь. Не узнал, или по легенде это должна быть новая участница. Дальше еще интереснее. На проекте неоднократно всплывало грязное прошлое девушки. С Майей Донцовой Анна Малько воевала за Ивана Барзикова. Встречалась с бывшим мужем Александры Гозиас Ильей Кротковым. После ухода была замечена в компании Глеба Жемчугова, а чуть позже на одном из шоу оказалась любовницей Ильи Яббарова, который ей подарил автомобиль за миллион рублей. Но Яббаров, который сегодня присутствовал на лобном месте, тоже не узнал бывшую любовницу. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok